всем привет и добро пожаловать на мой проект записки на туриста с вами мило сегодня хочу сказать о том что обычно у нас на туризм и нудизм ассоциируется конкретно с пляжами и морем и мы забываем про красивый и замечательный и очень полезный отдых просто на природе в лесу или на поляне я надеюсь вам нравятся мои ролики с вас лайк и подписка на мой канал конечно кто хочет может поддержать мой проект на патреоне или на бусте там суммы поддержки есть даже от самых маленьких но до тех кто может себе позволить больше ваша маленькая поддержка но это большая радость для меня и моего проекта ну а и те кто хочет еще много всего интересного конечно есть twitter и там ссылки на он ли хорошо давайте продолжим я хочу знать ваше мнение на эту тему действительно очень огромное количество видео и очень много и блогеров которые говорили про нудизм и туризм и очень часто это всегда ассоциируется только море и пляж море и пляж но мы забываем о том что есть также большое количество ресортов и нудийских ресортов которые расположены не на берегу моря и даже в черногории есть ресорт который расположен высоко в горах то есть его сделала английская семья которая выкупила не знаю точно не буду врать или выкупила взяла в аренду земель часть земельного участка и построила здесь ресурт и таких ресуртов не только по европе но и других странах достаточно много также мы возьмем например канаду у меня есть друзья на туристы нудисты из многих федераций по всему миру и они рассказывают конкретно именно про канаду в канаде есть замечательные ресурты которые просто расположены на территории огорожены и причем там даже есть люди которые фактически живут круглый год и у них там есть помещение бани салоны где они могут хорошо отдыхать так что задумайтесь об этом потому что мне некоторые бывают пишут ну ты живешь на море тебе хорошо говорить про туризм нудизм у вас там нудистские пляжи все вот и там отдыхаешь нет посмотрите мои видео другие видео на канале посмотрите я их снимала еще в ярославле я снимала их да где-то на берегу пруда или волги я снимал их в лесу я снимала их на полянах я показывала о том что на туризм это серьезная философия единения человека с природой и природа это не то что обязательно водоем природа это то что нас окружает это пение птиц это цветы это замечательный воздух в лесу это шелест деревьев там где вы можете отдохнуть и вот оставить все свои жизненные проблемы за плечами там и отдохнуть на самом деле вот это туризм по мне настоящий натуризм и нету никаких штампов и печатей пляж и все нет на пляже просто мы привыкли потому что как правило люди в отпуска живя в городах особенно в каких-то больших мегаполисов хотят да на море хотят поплавать и покупаться но на самом деле отдых может быть везде и может быть в горах и может быть вот на поляне и для каждого он по-разному если те кому в принципе то особенно и не нравится даже плавать или загорать нравится дышать свежим воздухом ведь есть даже большие проекты и в европе есть проекты где собираются на туристские группы и идут по специальным выделенным горным тропам причем люди идут в разном возрасте они если проходят какую-то деревню они накидывают на себя одежду они прошли они вышли и идут по этой тропе где никого нет с проводником они идут без одежды в кроссовках с рюкзаками идут и дышат свежим воздухом идут и наслаждаются природой и вот у них такой активный и правильный отдых так что вот такая информация что поэтому думайте как вы думаете как нужно отдыхать вы согласны со мной или нет ну что же свой лайк подписка но и я буду очень искренне вам рада если вы придете ко мне либо на патреон либо на бусте либо на он ли и мы будем с вами общаться вы можете писать мне там сообщение задавать свои личные вопросы какие вы никогда не зададите мне в комментариях но там-то можно это сделать так что до встречи с ее next видео мая пока пока